добрый день дорогие друзья сегодня я хочу показать вам видео с моими приобретениями это все было приобретено в один день и сегодня будет очень много цветного хрусталя то есть мне посчастливилось найти целый набор то есть разных бокалов это и для коньяка или шампанского для вина и даже для коктейлей даже можно использовать для как мороженого это немецкие мануфактура рюмер они такие тяжелые высокие большие вот данном случае это винные бокалы очень красивый и кстати цвет такой насыщенный яркий очень красиво конечно вот немножко камера даже искажает они намного вот в цвете в натуральном взгляде скажем так эти бокалы очень и очень яркие вот лепота красота кстати ну вещи все это уже знают и это не дешевое удовольствие и даже здесь это стоит не дешево встречается ну можно встретить но не за копейки не за два-три евро как многие думают тем более блошины рынке сейчас все закрыты социальные магазины не работают рисунок абсолютно одинаковые это одна серия и расцветка тоже одинаковая то есть вот эти уже бокалы идут для шампанского высокие и вот это вот нижняя ножка намного больше чем верхняя горловинка да раньше так выпускались конечно антикварные антикварные стакана можно определить рюмки именно было так ну в данном случае это по-моему 70-е годы прекрасном состоянии практически новая вещь просто королевская вещь я видела как-то на канале о посуду от маринессы у марина накрывал новогодний стол и она поставил там вот эти фужеры смотрелось просто великолепно ну и следующего такие шесть штук таким же рисунком это для ликера вода ликера для коньячка я так думаю такие малышки вот видите моя рука если те были очень большие то это прям малышки какие красивые просто невероятным не кстати в второй раз только встретились такие вот маленькие я не фужеры любит наверное не рюмки такие маленькие фужеры для коньяка я так думаю может быть я не права но вот том же исполнении тот же цвет то есть это была целая серия такая вот красота и последний это такие фужеры они более плоские наверное под какой-то можно использовать коктейль или даже под мороженое подать очень красиво в том же повторяю исполнение но они такие примут довольно таки крупные без скола без повреждения просто в идеальном состоянии спешу вас порадовать сегодня у меня удивительные находки им эти находки мы нашли у артура так как у нас все закрыто но нам продлили немножко километраж я рассказывал уже об этом артур открыл нам потайную дверь его сокровищницу и конечно же мы кое-что нашли ну естественно он был подготовлен к нашему приезду и однозначно конечно мы получали фотографии ранее и вот что я там нашла посмотрите какая прелесть сейчас я вам покажу белоснежный фарфор такую вещь конечно держать руках даже очень страшно не то что с нее пить конечно вещь коллекционные я стараюсь если у меня такие вещи появляются их не использовать в обиходе они стоят красиво все серванты хотел сказать витрине и мы ими любуемся любуются люди которые приходят это у нас майсон по-немецки майсон как говорят в россии и это клеймо сейчас я вам покажу еще здесь хорошо видно нам она с серийным номером вот один пункт одна точка клеймо ставил с 1924 года по 1934 год как говорит моя книга не я говорю моя книга я в инстаграм и ссылочка на мой инстаграм будет вставлена в описании видео и я там сделала прям фотографии с этой книги где написано поставлено фото клейма и какой-то год присмотритесь я думаю это даже хорошо видно через камеру что из роспись здесь ручная состояние просто идеальное и конечно же там многие пишут что здесь у нас германия где здесь у нас я не знаю может быть где они живут прям на бложках прям на вале на коробке и за сороковник можно купить картиль и прочие шедевры но у нас это не купишь и поэтому я покупаю там где я покупаю вот и поэтому мне вот удалось я почти не посчастливилась и я несказанно рад вот такая вот красивая вещь сейчас я покажу вам поближе еще конечно же я говорю что мой канал в развлекательный непознавательные я ничего не преподаю я только доношу вот эту красоту и делюсь вы просто пришли ко мне на чай на мой канал скажем так посмотрели полюбовались мы пообщались и все хорошо я не несу мой канал непознавательный поэтому если где-то я ошибаюсь или оговариваюсь будьте снисходительны и терпимы будьте добрее в конце концов вот такая вот прелесть но это еще не все вторая чашечка была кстати когда я ставила видео про наш антикварный магазин я вам показала там одну чашечку с трещиной который пойдет под декор эта чашечка тоже была куплена у него в магазине и к сожалению на была встреча на блюдце осталось она мне пригодится возможно я что-то поженю чашечку найду какую-то и они будут жить друг другом очень долго и счастливы я так надеюсь но вот эта красавица все уже знают и не стоит говорить что это кобальт посмотрите какая прелесть я сейчас вам покажу клеймо так вот это клеймо я просто сейчас сделала вот снимок из моего телефона наверное не будет видно с книжки фотографии потому что книга сейчас у меня занята 1872 года это марка но в другой книжке показано чуть-чуть моложе не намного но эта вещь антикварная приглушенный тон золота она абсолютно ничего не весит вещь роскошная великолепная сейчас я вам покажу поближе тоже она чашечка мока так же как и нет не мог а кофейная скажем так чашечка но не такая большая такая красотка в прекрасном тоже состоянии удивительные сегодня вещи и это еще не все смотрите дальше ну мимо такой красоты конечно не могла попросить и это антиквариат 1931 года на мне не очень хорошо стоит потому что там глубокая ножка сейчас увидите и на подставке я боюсь чтобы она не разбилась вот такое глубокое довольно таки большое блюдо 31 сантиметр на красивый ажурные ножки кобальт слегка есть потерт эти золотого состава вещь роскошная причем вот это не просто налет это рельефный рисунок покрытый золотом и это у нас кпм все что я нашла в интернете что это клеймо ставил с 30-е годы но несколько вещей датировалась именно 1931 года поэтому я отталкиваюсь именно от этой информации то что нашла в интернете вот такой вот роскошные красивые просто необыкновенное блюдо вот это удивительная вещь бомбоньерка довольно таки большая где-то она примерно вот примерно 18 сантиметров и довольно таки глубокая высокая но это винтаж это не антиквариат датируется примерно с 50-х по 70-е годы сейчас я вам покажу клеймо ручная работа абсолютно мы нашли конечно же наши книги замечательно наши помощницы что это за мануфактуры и какого кода и я хотела конечно обратить ваше внимание золото и на нем нанесен еще рисунок ажурный вот вот так вот возможно видно да то есть в реале эта вещь конечно намного интереснее камера не может передать все этой красоты но к сожалению вот немного есть потертости на вот этой вот ручки а теперь я хотела показать вам вот эти замечательные ножки посмотрите какие лапки великолепно прекрасном стане она конечно была аж желтая от грязи от пыли она видеть стояла и не мылась я не знаю сколько лет лет 20 я и сегодня отмыла и вот такой получил удовольствие она загорела так же как и остальные предметы эти вот чашечки ну и вот такое замечательное трио конечно отсутствует как вы видите чашечки и мы немного опечалены но все равно очень рады и конечно же забрали потому что вещи просто уникальные и посмотрите какой красивый нежный рисунок на нем она не маркирована вещь антикварный стоит только серийный номер написано от руки на очень красивый рельефный рисунок и во первых вот эта вот вещь молочник да он прям будет даже больше напоминает я бы если подобрать красивые блюда глубокая да вот для она бы даже больше подошло как для ванной комнаты до такой огромный большой то есть кофейник я так и подозреваю что это был просто большой сервиз здесь был еще большой кофейник вот потому что сахарница тоже очень-очень большая такая при найти крупная и скорее всего это был и чайный и кофейный сервиз все вместе потому что вот сдается мне от такое впечатление что именно габариты немного не совпадают моем представлении о сервизах кофейных и чайных поэтому вот что-то было очень грандиозное и большое так теперь давайте просмотрим хорошо вот крышку обратите внимание просто сегодня мы заказали одну очень юкальную вещь и девочки нам прислали видео и мы обязательно я сделаю видео с их видео там они конечно молчат но это недолго вещи просто потрясающие уникальны и мы с нетерпением ждем когда нам продлят километры которые мы можем будем поехать и забрать пока мы только можем передвигаться радиусе 50 километров немного продлили хотя заболеваемость у нас не уменьшается и добавок еще и обнаружили здесь у нас вот этот английский вирус мутант мутирующий к вид ну вот как-то так но не будем о плохом я оптимист хуберт оптимисты вообще вы знаете по жизни снимать поэтому наша машина работает мы идем дальше несмотря ни на что вот показала вам такую красоту повторяю без клейма прекрасном состоянии а как было бы хорошо если бы здесь еще был чашечки но как но есть я думаю что просто белые чашечки здесь будут тоже прекрасны дорогие друзья всем мира и добра и оставайтесь здоровыми конечно же пока пока